Я начал писать о том, чтобы сделали удобное время для всех. Сложности были именно по подготовке ко второй части. У нас была жара, было 36 градусов. Мой наставник отвечал на все мои вопросы. Сюрприз не удался. Меня зовут Матвей. Математику профильную сдал на 80 баллов, физику на 81, а информатику на 90. Поступил я в Санкт-Петербургский политехнический университет имени Петра Великого на программную инженерию. В один прекрасный день моя подруга рассказала мне о вебиуме. Тогда она занималась на биологии. Я решил посмотреть сайт, ютуб-канал, прочекать соцсети, чтобы немного понять об этой онлайн-школе. Потом я как-то в марте, будучи в 10 классе, лежал дома, смотрел ютуб. И тут мне попадается прямая трансляция на канале вебиума. Мне стало интересно. Я зашел, и там были прекрасные преподаватели. Тогда я понял, что в 11 классе я буду заниматься именно там. Я занимался на курсе «Основа», то есть с сентября по май. И больше всего мне запомнился мат-кружок, который был по субботам. Это было очень прикольно. И мне запомнилось то, что как на каком-то вебинаре, точнее в конце вебинара, AJ включил музыку, но он не учел, что в этой музыке есть маты. И он... Была неловкая пауза, момент. Было очень смешно и неловко. Это было очень смешно. Это нужно было видеть. Ой, с наставником мне очень сильно повезло. Мой наставник отвечал на все мои вопросы, даже не связанные по математике. Он мне помогал по другим предметам, помогал по жизни и помогал вообще на всем пути в подготовке в 11 классе. Ребят, я бы хотела сказать, что с каждым годом вебиум развивается. И если вас что-то не устраивает, вы можете написать, и тогда вашу проблему исправят. Например, у меня была проблема такая, то, что я живу в другом часовом поясе. МСК плюс 4 часа. А некоторые ребята живут еще дальше. И некоторые вебинары и созвоны в зуме были нам не очень удобны. Нам было не очень удобно их смотреть. Я начал писать о том, чтобы сделали удобное время для всех, потому что мы тоже хотим заниматься и смотреть все занятия в онлайне, а не в записи. И тогда нас услышали и сделали удобное время для всех, для всей нашей большой страны. На каком-то вебинаре Джейзе хотел спрятаться, но у него было зеркало, и в этом зеркале было видно его отражение. Ему писал чат, но он вообще этого не видел и не слышал. И сюрприз не удался. Тогда это было прям очень кринжово. Прям надо было видеть этот кадр. Сложности были именно при подготовке ко второй части. Именно то, что нужно было оформлять задания под тем шаблоном, который требуется для задачи экзамена. И я постоянно спорил с наставником о том, что нет, тут должна быть совокупность, а не система. Или наоборот. Но зато навык спора и доказывания своего мнения очень сильно мне пригодился и прокачал мои навыки, знания. И сделал меня очень классным человеком. Я скажу для себя, что для меня он прошел ужасно. У нас была жара, было 36 градусов. У меня растаяла шоколадка перед экзаменом. Мы сидели час, нас пригнали в эту школу в 9 часов утра. Экзамен начинался в 10. Мы сидим, все потеем, нам плохо. И тут начинают нам читать бланки. И начинается экзамен. Так еще такой момент. Как бы я не успеваю смотреть Дальний Восток. Как бы я шел на экзамен по факту. Не знаю, что меня там ждет. Вот. Ребят, если у вас есть такая возможность смотреть Дальний Восток, обязательно его смотрите. Ну, как я хотел бы дать советы. Начинать подготовку намного раньше. Не за месяц, не за неделю до экзамена. И, конечно же, сразу как-то постепенно в течение года определяться с поступлением. И не делать, как это делал я. Например, я сдал все ЭГЭ. И тогда открыл сайт поступашек. И тогда начал выбирать вузы, куда мне нравится, куда не нравится. Так, ребята, не делайте никогда. Иначе можете попасть не в то место. Но мне повезло, я попал именно в то самое крутое место. Вместе соприкасаются многие предметы. Например, технокруг. Это физика, математика и информатика. О том, как преподаватели между собой сотрудничают. Например, у нас на курсе, когда по физике проходили производные, тогда веб-намбелла не Снежана, а IJ. Это была такая, как бы, коллаборация. И это было очень интересно. Увидеть IJ не во вторник, а в понедельник. Очень удобное расписание. Например, у меня была физика, понедельник, среда, пятница. А математика, вторник, четверг, суббота. Вот. И очень все удобно. И прям вау. Если ты не хочешь скатиться в пропасть при подготовке к ЕГЭ, как тот дед за моей спиной, то переходи прямо по ссылке и начинай учиться вместе с Вебиумом. Продолжение следует. Редактор субтитров М.Лосева Лес Tuоабзация